ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, чё кого, ребят? С вами Клауд, и сегодня мы потестируем ещё один эксклюзивный мод в том плане, что он доступен не для всех, по-моему, он до сих пор платный и так является. На этот раз у нас BMW X5 M, M-серия. Вот, ну, последний кузов, судя по фарам, да, задний фар тоже такие же. Да, скорее всего, вроде я не вру. Вот, видите, кто делал мод Эрик Давыдович. Или это Эрик Давыдович какой-то другой, не знаю. А, подожди, Давыдович, это же, наверное, ютубер известный. Фиг его знает, короче. В общем, это BMW X5 M, Эрик Давыдович. Вот, звук тоже заменён, звук, по-моему, остался от... Ну, звук хороший, звук хороший, не знаю, чей. Модуль никаких нету, ну, давайте тестировать. Почему бы и нет, поедем, наверное, по стандартным маршрутам. Наверное, давайте не по стандартным, поедем по новому, то есть, немножко по другому маршруту. Машина очень мощная. Хочется покататься на всей мощности, по грязюке. Видите, тоже, опять же, очень качественно мод сделан. Везде вверху карбон. Очень красиво покрашено. И салон тоже очень классно сделан. Ну, потому что автор умеет делать это всё очень хорошо. И будет с проходимостью тоже, ну, не должно быть проблем. Хотя, опять же, свес, и впереди, сзади полное говно. То есть, машина чисто для асфальта сделана, по большому счёту. Ну, я имею в виду вообще у BMW. Ну, с таким свесом бездорожью просто без шансов. Хотя у МКН, может быть, у него амортизаторы стоят, я не знаю. В этой версии они нет, отсутствуют. Пока мере в ней, но в этой версии, в смысле, как мода, а не в этой версии. Ну, это очень мощная, как и должна быть BMW-шка. И единственное, что мы ещё пока не стукнулись, хотя колёса, конечно, вон стукаются об этот тряпло. А в крыло ужасно просто, то есть, это немножко настораживает подвесочка. Ну, подвесочка очень низкая, потому что эта МС-серия, она пониже сделана, естественно, для... Ну, это МС-машин для асфальта, по сути. Зимая передача, кстати, у нас уже. Слушайте, ну, поглядь, какие-нибудь неплохо, привет. Так, разворачиваемся. Ой, что я делаю? Можно же просто... Так, поехали. Смотр... А, нет, я, думаю, перепутал, я хотел сказать... В смысле, какая тачка у Давыдовича, а хотел... А там же, по-моему, с Шаманыча, так, известный ролик такой, да? Есть. Смешной. В хера себе подпрыгнуть. Как мы ещё не убились. Так, подождите, проверим, сколько она есть по грязи, потому что вот в этом месте, я знаю, вот тут очень жёсткая застревалка. Так, сейчас отъедем потихонечку. Вот в этом месте, вот, маленький закоулок, но такой жёсткий по грязи, что-то можно не проехать. Мы сейчас просто всё включим помощники, потому что я уже вижу, что... Ну, тут без помощников очень сложно проехать, а обычные машины здесь просто застревают. Конечно, смысловой нагрузки, в принципе, нет у этой машины в игре. Так, чисто просто покататься на классной, крутой машине XM-5. Кстати, как настроено, как идёт мод, почему бы и нет. Смотрите, хорошо едёт. Хотя вот колесо упирается в... Могли бы поездку чуть пожёстче, что ли, сделать, чтобы колесо не билось переднее крыло. Это, как смотрится партнографически. Так, ну поехали потихонечку выезжать. Ну, смотрите, мы попрыгали, не получили никакого урона. С расходом тоже всё хорошо. Поверь же, 8 литров баг сделали, прям как у Азика. Возможно, даже не меняли в этом месте ничего. Как его знает. Ну, проверим в стандартном месте, как она будет заезжать. Диагональное вешивание, правда, небольшое происходит. Смотрите, то есть мы заезжаем сюда по диагонали. Сейчас я немножко отъеду, чтобы это было круче. Показано. Но я уже вижу, что по диагонали нам не заедет. Посмотрим. Ой, я, по-моему, переехал, нет? Ну попробуем. Нет, за счёт мощности, видите, не так всё и плохо. Перед... Ой, 78 урона, вы издеваетесь. Ой, Бэха, бедная Бэшечка. Я тебя так сломал. Вот я и зрачинец. Ладно. Тебя починим, съедим в гараж. Может быть. Опять урон словил. Ну, за счёт мощности хочется давить на газ и ловишь урон и не смотришь впереди ничего. Катя, как у неё с фарами? Как у неё с фарами? У машины просто полная жесть с фарами творится. Всё нормально. Ну вот, то, что не хватало Lexus, вот здесь за счёт мощности она выезжает даже на полном приводе, прилично катается. Ну, тут, понятно, свес. О, мою машинку. Блин, жалко, что я её утопил. О, ещё какой низкий урон у машины. В смысле, низкий уровень воды у машины просто взорвается и булькается. Это печально. Так, жёсткое место сейчас будет, смотрите. Не проедем, наверное, да? Нет, нормально. А, с виду, казалось, вместо жёсткой, жёстким, как... Не знаю что. Ладно, едем тогда до гаража, потому что я хочу починить её. Мне жалко вот машину, ну что с ней произошло? Ну, заметьте, что такая крутая повреждаемость у модельки, да? Просто в говну, как будто мы... Ну, хотя мы реально сильно так долбанулись. Так, давайте на 1+, поедем тогда с дефи, все выключим. Посмотрим, как она катается на всех режимах. Фигня полная, лучше на обычной крапке, на 7-ой передаче. Сносит немножко нас. Лишь бы не убиться, только обо что-нибудь. Видите, за счёт мощности, за счёт инерции её выталкивает. Вот не хватает Lexus LXP-70, там, предыдущая модель, которую мы тестировали. Вот этого же не хватает. Вот. Ему бы... Ему бы тоже такой мощности, как у... Я же говорю, мы сейчас не доедем и скоро убьёмся. Так, я понял. Я понял, ты хочешь блокировку. Ладно, ладно, сейчас аккуратненько доедем, потому что мы сейчас реально убьём. Ну, прикольная машина. Хотя, с другой стороны, помните, как мы подпрыгивали, да? Не убивалась. Ну, взяла от небольших каких-то уронов. Ну, главное, урон прямой не ловить, потому что по подвеске урон не ловится. Это очень хорошо, это качественно сделана подвеска. А вот прямой урон, полное прямое столкновение, и у нас уже просто жесть происходит. Благо, у нас в гараж недалеко. Потестируем сейчас здесь. В смысле, поремонтируем, что я несу-то. Всё, готово. Чё, поехали, рассекай дальше. Мне кажется, для этой машины баг маленький. Это же всё-таки X3M. Ой, не X3, X5M. Что я несу-то. Хорошо идёт, но очень старайтесь ловить машину, если вдруг захватить и купить. Не знаю. Это ваше решение. То... Ну, мод очень крутой, могу сказать. Что его нельзя ли купить. Я не знаю, за сколько их продают эти моды, но вроде как, вроде 70-80 рублей эти моды продаются. Ну, в принципе, интересный, мод очень неплохой. То есть, что дурной. Я бы, если бы у меня была X5M, я бы на такой газике в жизни не катался. Я бы не пыль бы сдувал на неё. В гараж бы поставил. Так, сейчас моменты с ветками проехать, главное. Тут не врезаться в деревья, хорошо бы ещё. Так, давайте посмотрим фары, как они светят в плане... Чё? Скорости не хватает, да? Ну, давай-ка. По инерции проедешь? Ахаха. А как с этой фары, когда она нормальная? Ну, неплохо, неплохо. Блин, прикольная машина очень. Ой-ой-ой, куда я поехал? Ну, я вот не переживаю, что если застрянет, она точно пройдет. У меня нет проблем с проходимостью. Видите, за счёт мощности даже тут Lexus застрял на полном приводе без блокировок. А это ей, ну, мощности хватает в Lexus. А это Lexus, блин, мощная машина, почему мы не доделали? Почему я про Lexus говорю, когда мы тестируем BMW? Ладно-ладно. Аккуратненько. Это ещё один директор колхоза, пилорам, едет. Это он после прошлой серии, позапрошлой, какой-то у нас полсерии, сменил свои 600-ы на X-PTM, решил, что мне там на этом X-PTM стареньком. Возьму лучше все свеженькие X-PTM, покатаюсь на нём. Катя, я видел доработанный, есть канал такой, я смотрю его, про машину Воротникова. Не помню, как его зовут, фамилия у него. Он тестировал X6M с затюненную, ещё более, там, 900 б.с. Как она быстро пуляет после страшной машины, посмотрите, кто не смотрел, просто шикарно. Да, я смотрю Антона Воротникова. Я люблю машины, потому что... Вот там машина, так сказать, всё проедет, но я не хочу рисковать, пытаемся здесь проедет. Хотя у неё свесы жёсткие впереди, не уверен, что проедем, если они, конечно, не фантомные. Так, лучше я здесь проеду, на всякий случай. Тем более, видели, какая... Вот что я и говорил, эта машина боится прям их фронтальных столкновений. Просто боится. А в симуляторе падает ещё и мощность, двигатель должна падать. И у этой машины очень низкий уровень затопляемости, поэтому надо очень аккуратно всё кататься. О, мы сейчас сдохнем с вами, ребята. Засрочно выкапываться наверх. Так, потихонечку поедем. Опять урон получил? Откуда? Откуда он пришёл? От берега? Господи, я ж там не доеду, она тут не проедет нафиг. Это была плохая идея, ребята, плохая идея была. На асфальте мы не потестируем, судя по всему, потому что мы банально просто не доедем. Но рискнём, рискнём. Попытаемся, вдруг проедем. Нет, потонула машина. Очень низкий уровень затопляемости, к сожалению, машины, видите, она просто начинает плыть. А здесь асфальта вообще нету, ну ладно, пока тестируем так. На асфальте, к сожалению, не получилось, не доехали, но вы видели почему, потому что машина стукается передней частью и всё, получает какой-то гигантский урон. И ещё жёсткая затопляемость имеет, очень жёсткую. Но, в основном, претензий нету, претензий нету, хотя бы я, наверное, поднял уровень затопляемости, потому что, видите, она в обычной луже уже тонет. Что не очень круто. Другой стороны, вы уже видели, как она едет на седьмой передаче. Сейчас мы, в принципе, протестируем. Пятая, шестая, седьмая. Машина летит и тянет влево. Ноу. Бух. Смотрите, какая грязная вообще машина стала, просто шикарно. Офигеть. Мне классно тоже модификация, мне очень нравится. Ноу, очень убиваемая в плане врезаться вообще не рекомендуется, вообще ни во что, потому что, как видели, полная жесть творится начинает. Смотри, проехали. Хорошо. Попытаемся покататься здесь где-нибудь. Вот хорошая проверка на свет, потому что резкий такой перелом, и машина с длинными бомберами стукается постоянно. Поехали нормально. Может быть, исправили это место? Карты все-таки поменялись. Так, 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 так. Аккуратно. Не, ну звук БМВшный, я знаю звуки БМВшный, в принципе. Пример очень похож, очень близко к нему. А тут, наверное, мы потонем, нет? Послушайте, пока не тодим, все хорошо. Получили мелкий урон от каких-то там, наверное, этих, как, невидимых камней под водой. Еще от чего-то. Еще тоже хорошее место на проверку на свес. Это вот здесь вот, ээээ. Такой жесткий перевал, и, ну тут немножко подчинили его. Тут уже, наверное, больше не свес влияет, а проходимость по грязюке, а она тут очень хорошая. Что-то, скорее всего, в мощности? Или стукнешься? А вот, видите, бампером, бампер, бампером, бампером упирается и все. Ну а у нас есть еще блокировка межосевых дифференциалов, межколесных точнее. Это помогает, конечно же. Ну, задним бампером получили урон. Ха-ха-ха. Видите, как мощность модельки влияет на проходимость? Я же говорю, то есть, Некоторые модельки, Некоторые модельки очень даже мощные. Почему-то мощность не добавляет некоторые авторы, и не хватает почему-то кататься. Проходимость начинает взрываться, застревать. Что не круто. Я думаю, мы сейчас урон получим. Ой-ой-ой. Ну, она не проедет и близко, потому что, видели, она затапливается моментально в лужах, а поэтому тут даже не поедем. Попытаемся поехать налево. Посмотреть, как она проезжает по камням, там по остальным вещам. Но я думаю, что тоже очень все печально будет. Хотя фиг его знает. Поэтому пойдем проверим. Не будем жестко на ней кататься так, чтобы совсем уже. Так, это, конечно же, пониженную передачу. Поехали потихонечку. А на горечку поднимешься. Так, камера, камера. Блин, когда уж камер починит, а? За счет мощности просто вытягивает ее спокойно вверх. Так, смотрите, просто в легкую. С весным появился, черт. Ай-ай-ай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Какой-то там резкий перепад. Я не могу повернуть. Так. Кстати, как классный салон качественно сделан, выполнен салон просто. Шикарно, да? Так. А можно проехать, если я ударюсь? Понятно. О май! О май! О май! О май! Ладно, 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 ладно. Просто съезжаем. Ну я уверен, что она даже на 1 плюс будет трогаться нормально, нет? Нет, не трогается Тут условия такие, не для 1 плюс, скажем так Ну бампером не сильно бьется, да, вот если так просто кататься Хотя задним бьется все-таки Ну вот, если вы просто получаете фронтальный удар То есть передам куда-нибудь, даже в малейшую елочку Урон-то какой-то жесткий просто наносится Однушка по реакции Ну в принципе здесь, конечно, я не по самому говну катаюсь Но даже по камням Ну давайте по камням чисто Ну небольшие уроны, камни сквозь текстурки проходят Но проезжают, за счет мощности все супер просто Может быть в какой-то части подвески, потому что у нее более жесткая Там еще, там вроде, ну, без проблем Так, спускаемся Даже ветки толстые, приключенные в дифференциале Для этой машины не проблема То есть даже камни не проблема, в принципе Мне вот кажется, все-таки это именно из-за мощности модельки Ну, фиг его знает Я не мододел, поэтому я не знаю На что влияют конкретно эти свойства в игре Ну, гребет, видите, гребет без проблем Без проблем По проходимости к ней даже претензий близко нету Все очень шикарно А где-то я оказался Ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами заканчиваем Надеюсь, вам понравилось Что-то машина только дымится почему-то Потому что нагрелся мотор, распаряется вода Видимо, по этой причине С вами был Класс Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Не забывайте, ставьте лайки Если вам тоже действительно реально понравилось В следующих прохождениях и модах Всем спасибо Всем пока Продолжение следует...